Сейчас купили полностью комплект. Ключи сейчас разбазарятся, откроешь. Мало ли кто, раз и нет. Свои новые инструменты водитель Сергей Алексеевич бережет как может. Говорит, даже ящик жалко открывать, все новое. И дело не только в оборудовании. Например, раньше приходилось лазить под самосфал с переносным фонарем. Теперь смотровую канаву для ремонта машин проведут удобный свет. Раньше вручную колеса откручивали, гайки. Сейчас купили типа отбойного молотка, как шуруповерт. Берешь его, откручиваешь. Все это автоматика. Ну, конечно, легче. Либо я буду 10 минут откручивать, либо 2 минуты. И это пример только одного человека. Работу в управлении зеленого строительства на линии обрезка деревьев реорганизовали полностью. На производство пришли специалисты Федерального центра компетенций. Они помогают правильно распределить обязанности, выстроить порядок работы и, конечно, увеличить производительность. Так, например, в управлении зеленого строительства оборудовали специальные склады для хранения техники и запчастей, чтобы не ездить за ними. Организовали комнаты приема пищи. По городу организовали бытовки, чтобы специалисты не возвращались каждый раз на базу. Даже машины на выезде стали выпускать быстрее на 15 минут. Сэкономленное время и деньги, говорит руководитель, направят на новые разработки. Раньше мы ветки, стволы, листья увозили на полигоны ТКО. Это, в свою очередь, образовывает свалочные газы, определенные рассолы негативные. Сейчас в рамках наших новых технологий мы будем это все перерабатывать, получать из веток стволов, так называемых зеленых отходов, удобрения. В таком процессе, говорят специалисты, важна каждая мелочь. Даже место расположения стула работника относительно, например, стола может сократить время производства. Когда мы начинаем снимать текущее расстояние, применяя инструменты, мы визуализируем процесс и наглядно показываем, насколько это влияет в целом на сам поток. Помогает таким преобразованием нацпроект производительность труда и поддержка занятости. УЗС в нем не единственные. Только в декабре прошлого года преобразования начались на шести предприятиях ЖКХ в разных городах региона. И это абсолютно бесплатно. Последний год был 2020, когда предприятия жильцинкоммунального хозяйства могли входить в проект. Сейчас предприятия укропняются, проект все больше растет. Новые отрасли заходят, такие как торговля, а предприятия ЖКХ с 2021 года, к сожалению, не могут зайти в проект. Но, к счастью для нас, у нас большое количество предприятий именно этих отраслей уже в проекте сейчас реализуют свои планы. И это на самом деле, как мы сегодня могли убедиться вот здесь, в управлении зеленого строительства, это очень эффективно. Всего же до 2024 года планируют оптимизировать 107 предприятий. А значит сократить в два раза время работы и на 30% издержки. Алена Крашениникова, Дмитрий Кочетков, Новости Прима.